Ламы, обладая астральным зрением, они не спрашивали, кто я, все из-за того, что они уже видели и прошлое, и настоящее, и будущее. Ламы обладают такой способностью, что могут определить будущее любого человека, а также предсказать судьбу. Есть ламы, церемониалы, которые провожают людей, в данном случае тибетцев, в последний путь. То есть есть такой трактат в тибетской культуре, это тибетская книга «Мертвая», как раз там описывается состояние Бордо. И ламы провожают умершего тибетца до чистилища, они сидят, медитируют в течение трех суток. Я жил среди тибетцев, тибетцы – это уникальная народность, они очень добрые, порядочные, честные и совершенно не злобные. Они приветливые, они меня постоянно угощали тибетским чаем, я жил у них. И в одном селении умер один тибетец. Как обычно, по традиции, вызвали ламу. Лама пришел, в общем-то, всех выгнали из дома. И лама в течение трех суток провожал душу умершего до конечного пункта, до чистилища. И через день лама вышел на улицу и сказал, что нужны плакальщицы. Тибетцы вообще не плачут, когда умирает кто-то из близких. Они, конечно, все отрицательно реагируют, но никто не плачет и никто не стенает. В силу того, что они знают, что есть жизнь после смерти. И, как говорится, тело смертно, душа бессмертна. После смерти просто душа выходит из тела и перемещается в другие миры. Существует тысяча миров, куда перемещается душа. Душа имеет вес, можно ее измерить. Она становится астральным телом и перемещается в другие миры. И через день после смерти этого тибетца лама вышел и сказал, что нужны плакальницы. Плакальницы – это женщины, которые любят поплакать, их там выбирают. В общем-то, он пришли семь женщин, сели вокруг этого мертвеца и стали плакать, в общем-то, поднимать руки, рыдать, рвать на себе волосы. Это такая традиция. Оказывается, что когда человек плачет, то он выделяет огромное количество энергии. Эта энергия идет как раз на подпитку души для дальнейшего ее путешествия. Вечером он отпустил плакальниц и продолжал медитировать, сопровождать душу умершего. Через три дня лама вышел из дома и сказал, что душа умершего благополучно прибыла по месту назначения, то есть прошла чистилища. Все тибетцы, все родня, все родственники и друзья обрадовались и начали праздновать, вместо того, чтобы скорбеть и совершать поминки. Стали пить овсяное пиво. Кто пил пиво, кто чай. Я вместе с ними также, в общем-то, отмечал такое торжественное событие, что действительно душа этого тибетца обрела покой где-то в каком-то из миров. Вот таким образом происходят похороны в Тибете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова